Минеральные воды были обнаружены на Северном Кавказе. И в 19 веке началось строительство курортов по образцу и подобию европейских. Ну а вскоре сюда потянулась русская аристократия. Ездить на воды было очень модно. Можно было и на других посмотреть, и себя показать. 150 лет спустя ничего не изменилось. Регион Кавказских минеральных вод – это одно из самых популярных направлений для российских туристов. Здравствуйте, я вам коротко расскажу, что такое Эммануэлевский парк организационно. Организационно – это виртуальный проект. Виртуальный проект, который будет объединять всех участников в один информационный портал. Портал, в котором будет удобно потребителю создать себе программу проживания на курорте, программу питания, программу развлечения, отдыха, спорта и всего остального. И пользоваться этой программой во время самого отдыха. Так как мы предполагаем, что тот потенциал курорта, который сейчас существует, он используется неполноценно, то использование его можно расширить именно тем, что людям, во-первых, предоставить информацию, которые не хватает об этом курорте. Во-вторых, нужно то, что недостаточно доорганизовать и доорганизовать в рамках малого, среднего и социального бизнеса, чтобы те малые предприятия и всевозможные малые формы, предоставляющие услуги тем, кто приехал сюда отдыхать, были не только созданы, но и были объединены в единую структуру. И не пробивались как один, значит, человек сквозь большую стену, а чтобы большим, серьезным таким проектом представлялись на международном уровне. На международном уровне. Поэтому, когда мы называем Мумэлевский парк как международный проект, то мы обозначаем, что в состав вот этого виртуального пространства и проекта войдут именно организации и предприятия, те, кто может выполнять услуги на уровне международных стандартов. То есть вежливо, комфортно, красиво, чисто, гигиенично, ну, в общем, все, что предполагает медицинское обслуживание. Медицинское обслуживание – это вторая цель. Этого проекта, чтобы вернуть вот те возможности, которые есть у курорта, в медицинскую среду, чтобы обязательно медицинское страхование начало ими пользоваться вновь. В Советском Союзе почти 3 миллиона человек по этой системе сюда приезжало. Сейчас приезжает 100-150 тысяч. Ну, это, конечно, непорядок. И вот если достичь тех, каких нужно качеств и комфорта того, что людям требуется по медицинскому обслуживанию, то можно создать вот эту среду, где люди это будут получать. А мы создаем проект, который, виртуальный проект, который все это объединяет и показывает людям, как это можно использовать. А вы не знаете, почему у нее такой вкус? Запах специфический. Это запах сероводорода, потому что это сульфидный источник. Он содержит сероводород, газ выделяющийся, который дает вот этот характерный запах. И в народе его называют тухлым источником, хотя приносит большую пользу. Вот польза-то наверняка же очень полезная вещь. При очень многих заболеваниях, особенно органов пищеварения и обмена веществ, эта вода полезна. А пить-то ее много надо? Ну, согласно разработкам ученых Института курортологии ФМБ России, нашего института, 3-3,5 миллилитра на килограмм массы тела. То есть это зависит от веса пациента, от веса человека. Ну и, конечно же, это зависит от заболевания, от его фазы. Ну вот мне на вес, допустим, 50 килограммов сколько нужно от этого стаканчика? Ну, собственно говоря, вам этот весь стаканчик и положен. Совершенно верно, да. Ладно, будем оздороваться. Да, в былые годы, очень давно, допустим, 200 лет назад, до 30 стаканов минеральной воды удовольствовали. Да, причем переезжали с курорта на курорт, потому что каждый из наших курортов, он имеет свой профиль в зависимости от того, какие минеральные воды в нашем городе курорт. Поэтому, вот в ходе этого проекта особое внимание будет, конечно, уделяться информационной системе. То есть сейчас существующие газеты, телевидение и так далее, могут войти в эту программу. И лучшие свои образцы, как говорится, вот деятельности, представляющие курорт, уже могут использовать именно в представлении для международного уровня. Но одна из главных задач этого представления – это простота. Вот если вы сейчас попробуете посмотреть на большинство государственных сайтов или еще что-то, то вы увидите, что вы ничего не увидите. Настолько все запутано, настолько все сложно, трудно и, значит, нереально разобраться, что где можно получить, что мы решили, что мы пойдем по пути вот такому, как идут разработчики, например, игр. Ну вот есть такие игры, как «Цивилизация» или «Вордкрафт», то есть вот такие, где ребенок садится и за один-два дня начинает понимать, как ему построить цивилизацию, как ему собрать, значит, программу деятельности, как ему эту деятельность осуществить и так далее и тому подобное. На самом деле мы нацелены, чтобы наш портал был именно такой, где коротко, ясно, четко, в формах, значит, красивых, интересных, был весь этот потенциал края раскрыт, и человек мог зайти и за несколько минут себе весь этот потенциал собрать в программу отдыха и рекреации. Кисловодск и Сентуки и Железноводск – лишь часть Кавказских минеральных вод. Чтобы осмотреть весь этот огромный курортный район, пожалуй, и нескольких месяцев не хватит. Кавказские минеральные воды представляют собой группу курортов федерального значения. Они занимают площадь более 500 тысяч гектаров и размещаются на территории трех регионов. Кабардино-Балкарии – 9% территории Кавказских минеральных вод. Карачаево-Черкесии – 33% и Ставропольского края – 58%. Главные города-курорты находятся на Ставрополье. Конечно, мы хотим, чтобы было как можно больше территории охвачено. Поэтому в сочетании с теми возможностями, которые сейчас дают всевозможные порталы по представлению территории в картах, в объемных формах, мы постараемся это все используя, создать еще и свою среду, где вставлено то, что не могут и не вставляют другие. То есть частные предприятия, частные фирмы, частные услуги, которые люди индивидуальны. Такая народная карта. Но мы хотим, чтобы эта народная карта тоже была составлена из качественного продукта, который можно было посмотреть на разных языках, который можно было посмотреть с любой страны, и это бы выглядело достойно. Поэтому много времени будет уделяться трехмерному виртуальному пространству. Вот те, кто знают, те, кто ходит, знают, что выстраивается весь мир сейчас в трехмерном пространстве. Вот посмотреть на Москву, на город, как его выстроили уже. Значит, а западная среда вся выстроена практически в виртуальном пространстве. Там Париж и так далее. Вы сходите, можете чуть ли не пощупать эти здания. Вот мы хотим этого же. Поэтому те разработчики, которые занимаются, кто умеет строить вот эти объекты, могут к нам присоединяться, и мы очень рады будем, если они будут объект за объектом размещать на этой территории, а мы будем их использовать в своей программе. Ну, обязательно на нашем портале будет онлайн-трансляция, то есть в виде онлайн-трансляции. Мы думаем, что, ну, не гоже, когда люди могут получить информацию, а потом приехать и увидеть, что все совершенно не так. Мы хотим, чтобы люди издалека своими глазами увидели все то, что предоставляется, и как это, и что это, как это выглядит, и после приехав только узнавали эту картинку. О, как хорошо, что я увидел то, что на самом деле существует. Поэтому вот онлайн-трансляция будет у нас очень широко представлена на портале, и мы надеемся, что это все очень поможет людям и общаться между собой через разные камеры в разной среде, и наблюдать за тем, как их, значит, ближние отдыхают, или как другие отдыхают. Поэтому, конечно, мы предусматриваем и обратную связь на этом портале. То есть на портале должна быть хорошая обратная связь, так как вся основная функция контроля за рекреацией, оздоровлением, лечением, мы считаем, что должна быть основана на электронном контроле, то есть браслеты, датчики навесные и все остальное, то мы предполагаем, что на портале будут консультационные пункты для разных потребителей, в которых они в ходе того, что у них происходит в программе, могут все время получить достаточную консультацию от врача, от специалиста, может быть, даже зарубежного специалиста. То есть вот такая обратная связь будет обязательно на портале, и эта связь должна всем облегчить существование, не искать, где попало врача, доступен он или не доступен, а прямо к врачу, который работает в санатории здесь местном, работает в институте местном или еще что-то, прийти на онлайн-прием, и он вам все расскажет, как это действует. Поэтому мы приглашаем всех, кто хочет участвовать в такой онлайн-консультировании врачей, специалистов по этому санатору, туристов, кто может маршрут записываться к нам в программу. Конечно, большой задачей будет выстроить путеводитель. Путеводитель. Вот сейчас уже есть в некоторых городах такие путеводители, где ты идешь по городу, или в очках, значит, интерактивных, или с определенным аппаратом, или прикладываешь свой телефон к определенному месту, и тебе рассказывают, что такое вот это пространство, этот объект, этот, значит, какой-то памятник там или еще что-то. Вот мы хотим, чтобы такой интерактивный путеводитель был по всему Северному Кавказу, потому что здесь есть где, чего и как посмотреть. Тут скрыта история нескольких тысячелетий. Здесь скрыта история удивительных событий. Но тех, кто может это рассказать в любом месте, где ты находишься, крайне мало, да и не должно быть много. Должен быть хороший интерактивный путеводитель, где ты в любой точке места нажал на кнопочку, и тебе рассказало, где ты стоишь, что тебя окружает, какая здесь историческая среда, что тут когда-то происходило в этом месте, кто тут был, Лермонтов или Пушкин, или еще кто-то, вот прямо на этом же месте стоял. Это будет очень интересно. Это очень будет красивый, интерактивный путеводитель. Тем более мы постараемся его визуализировать, чтобы еще и это место было представлено в историческом масштабе личностями, которыми здесь было прямо интерактивно. Ну, техника развивается. Я думаю, что лет через 10, может быть, и в трехмерном виде вы увидите, как тут здесь все, что происходило. Поэтому, на кого мы прежде всего рассчитываем вот эту программу? Ну, может вы удивитесь, но она рассчитана на социально недостаточных и маломобильных граждан. То есть, на тех людей, которые не могут сами купить себе яхту, купить себе, значит, самолет и полететь туда, где они хотят побывать и все увидеть. Мы хотим, чтобы они приехали и все увидели. Но увидели не просто так развлекаясь и отдыхая, а в это же время получая рекреацию, то есть, получая реабилитацию, оздоровление, социализацию, ресоциализацию. То есть, все то, что не хватает социально недостаточным людям, получили прямо здесь. Получили от санатория, получили от природы, получили от культуры, получили от спорта здесь организовано, от питания, которое здесь организовано таким образом, чтобы оно было... Вот мы хотим, чтобы вот именно программа была нацелена на это. И на это и нацеливаем всех участников, чтобы они не ориентировались на каких-то там, значит, это. Но сейчас по этой программе простоты и удовольствия, и комфорта идет весь мир. То есть, уже шикарнейших там и так далее отелей проходит время. Люди желают получить то, что им потребно для организма, а не просто какой-то комфорт и заплатить за него бешеные деньги. Вот поэтому в реализации проекта мы приглашаем всех, кто занимается IT-технологией. То есть, кто может разрабатывать, значит, строить виртуальные трехмерные пространства, кто может управлять, кто знает, как экономические какие-то, значит. У нас определенно, значит, руководители этого проекта. Мы сейчас собираем остальных участников. Но мы надеемся, что в этом проекте поучаствуют какие-то научные институты, просто университеты, студенческая среда. Потому что цель портала иметь одну, значит, как говорится, центральную часть и тысячи маленьких сайтов, которые к ней увязаны как программа, но абсолютно разнообразные. То есть, каждый предоставляющий услугу, маленькую услугу, большую услугу, должен иметь в этом портале свое место, индивидуальное место, которым он управляет, которым он полностью, значит, владеет. В любой момент он входит или выходит из этой программы. Но нам это нужно для того, чтобы потребитель, который пришел на этот портал, мог из всего этого многообразия, как из конструктора, как из лего, составить себе программу, которая ему потребна именно для его здоровья или именно для его, значит, развлечения и отдыха. Целевая аудитория, я вам уже назвал, какая это социально недостаточные, маломобильные граждане. Но это не исключает всего остального. Так как мы объявляем, что это проект международный, то целевая аудитория нацелена на этих же лиц и на других лиц, которые и в международном, значит, пространстве имеются и желают это потреблять. Мы знаем, что огромный, значит, сейчас интерес к биомедицине, то есть к медицине от природы, что масса стран перешли на нее, такие как Китай, Индия, значит, южноамериканские страны, западные страны переходят все на эти технологии, и вода становится все более и более потребляемой. Я, насколько знаю, что вот Ставрополь сейчас заключил огромный договор с Китаем на поставку минеральной воды. То есть, вот видите, вода китайцам наша нужна, а мы хотим, чтобы эта вода работала на Россию, чтобы она вернулась в медицинскую среду, которая была предназначена и раньше. Поэтому вот целевая аудитория – это простые граждане, это маломобильные граждане, это социально недостаточные лица, которым нужно бы это все для того, чтобы быть полноценными гражданами и потреблять. Поэтому резюме краткое заключается в том, что принимайте участие. Абсолютно нет никаких ограничений. Если вы захотели, чтобы вас продвигали на Западе, в России или еще что-то, просто присоединяйтесь. Можно будет присоединиться своим сайтом, можно будет присоединиться своим участием. Если у вас нет чего-то, то мы сможем вам попробовать помочь сделать то, что вы хотите через поддержку малого социального бизнеса, которая включена сейчас в нашу программу от верха от Москвы до Ставропольского края. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса очень хорошо в этом сейчас участвует. И уже некоторые участники проекта начали получать гранты на осуществление своих идей. Ну, какие основные цели, которые преследует значит этот виртуальный программ, портал? Это удобство для потребителя. Удобство для потребителя. Потому что вот есть такая проект «Доступная среда для граждан». Это в реале. Но на самом деле доступная среда должна быть и в виртуальном пространстве для граждан. Там настолько много препон и настолько много несуразностей, которые не дают им сейчас вот хорошенечко пользоваться тем, что у нас существует. Поэтому вот удобство для потребителя. Это первая цель вот этого информационного портала. Вот можно так сказать. Ну, хорошая реклама. Уже подключены очень хорошие специалисты, московские специалисты, значит, Минздравоспециалисты, значит, и те, кто хотел бы помочь краю и всем лицам, людям этого края, вот поднять и представить то, что у них есть так, как им хочется. То есть так, как нужно для того, чтобы действительно захотелось это потреблять. Ну, вот это вторая, и я думаю, что полезная цель. Самоуправление. На портале каждый своей частью будет управлять сам. Портал не собирается вмешиваться ни в какую деятельность, ни чью, ни какими-то этими. То есть соблюдаешь условия определенного качества, пожалуйста, включайся в программу. Не хочешь участвовать в этой программе, пожалуйста, уходи и можешь самостоятельно. Больше того, мы будем рады, если то, что здесь собрано, и то, чему здесь люди научены, а для этого сейчас открываются у нас специальные образовательные учреждения и программы, которые всему этому должны научить, они привели к тому, чтобы человек самостоятельно мог жить, существовать и свою деятельность осуществлять. Поэтому мы предлагаем части в составе большого кластера. То есть каждый может большой кластер почувствовать, что он часть этой среды. Ну, кластер виртуальный. То есть все друг друга любят, все друг друга защищают, не смотрят ни на какие, значит, религиозные, там, национальные или еще какие-то, значит, это в виртуальной среде, это вообще не имеет никакого значения. И все друг друга поддерживают. Вот такая задача вот такого большого виртуального кластера, чтобы он имел вот свое такое существование, помимо того, что находится, грубо говоря, в реалии, чтобы чиновники, чтобы, значит, коррупционеры, чтобы те лица, которые могут к этому как-то присасываться, когда у тебя реальные деньги, реальные, значит, действия, они не могли этого делать в виртуальном пространстве. Вот чем больше будет управление в виртуальном пространстве, тем меньше будет вот всей этой схемы коррупционной, где в КВшке сидят и друг другу что-то передают. Поэтому мы предлагаем участие в этом проекте не просто так. То есть сейчас уже определенно, что он часть государственной программы, что он способен привести прямую господдержку, инвестиции, и это уже делается, что он хорошо может представлять человека для инвесторов, потому что те, кто осуществляет эту программу, как бы берутся гарантировать, что это качественный человек, что он хочет сделать дело, а не хочет что-то из этого дела постороннее поиметь. Поэтому приглашаем всех, кто хочет поучаствовать в этом деле, присоединяться к этому порталу, разрабатывать такой портал, и вы увидите, что это вам интересно. Спасибо за внимание. Когда прогулка интересная, не замечаешь, как летит время. Заканчивается день, а с ним и это потрясающее путешествие. И чувствуешь себя каким-то обновленным. Может, и целебные воды и грязи Кавказа так действуют с первого же раза? А может, сказывается столь теплый прием Пятигорска и его окрестностей? Вечером этот город особенно красив. Как будто рождественская сказка опускается на улицы в любое время года, даже поздней осени.